Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня наша тема о воде и ее свойствах. Без воды невозможно существовать планеты Земля. Поэтому одна из важнейших тем у нас – вода. Сколько я помню, когда я был маленький, отец мне сказал, что можно пить дождевую воду. А сейчас нет такого понятия. Все бегут, спрячутся от дождя. Потому что даже одной каплей, если попадет на голову, будет раздражение кожи. А что получается? Раньше даже было хорошее, а сейчас плохое. Думаю, нет. Просто изменилось состав. Химический состав земли, воздух и вода. Каждый из нас сознательно или неосознанно загрязняет воду. И в конце концов, каждый из нас должен начинать себя изменить. Вот по-другому жить, правильно жить. И любить все, что нас окружает. Тогда все будет хорошо. Иначе мы сами поставим под вопрос свое будущее. Живите и любите все, что вас окружает. И не забывайте о том, что вода является источником жизни. Часто мне задавали один вопрос. Как я избавляюсь от негатива? Как я заряжаюсь энергией? Я вам скажу сейчас. Я только это сделал с помощью того, что я ходил в бассейн. Когда спортсмен входит в воду, он на тактильном уровне ощущает температуру воды. Потом зависит от химического состава. Бывает легкая вода, что ты просто пролетаешь в этой воде. А бывает тяжелая вода. Понимаете? То есть для нас вода – это все. Понимаете? Но порой и устаешь от воды, потому что когда такое количество времени в воде, уже думаешь, все, я не могу видеть. Поэтому очень многие спортсмены, закончив тренироваться, они очень долго не могут войти в воду, потому что уже идет просто отторжение. Думаешь, я не могу, не могу туда войти. Но, вы знаете, я думаю, может, у меня такое только ощущение. Когда идет дождь, я не сразу бегу, беру зонтик, потому что для меня это норма. Понимаете? Для меня вот даже не все спортсмены, когда выходят после бассейна, они сразу насухо вытираются, потому что некоторые даже… Вот я знаю, что пловцы, они делали фолькстарт, да? Или девочки, вот чуть-чуть почувствовать воду, чтобы уже тактильно знать. Они на себя брызгают, брызгают воду. Они должны почувствовать, как бы вот войти в одно, слиться с этой водой. Я знаю, что у людей, когда просто плохое настроение, вот ты стоишь под душем, просто вот стоишь, из тебя вот это вот как все проходит, все сходит. Вот это вся отрицательная энергетика, потому что это вода. Почему я говорю, что это объяснить нельзя? Это надо просто попробовать. И я советую всем, вот если кто-то просто плохое настроение, плохое чувство, плохо себя чувствуете, войдите в воду, поплавайте немножко, постойте, и вы почувствуете себя по-другому. Потому что вода – это здоровье, это жизнь и для детей, и для всех. Музыка 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 О, кстати, вертикально держит мне неплохо. Слушай, ты какая, ты молодец, а? Здорово просто. А ты подъем, покажи мне свой подъем, пожалуйста. А че ты так вертикально не тянешь, ты стоишь вот с такими вот, у тебя вот такие вот лапки, а нужно натянуть до конца. А ты стоишь вот такая согнутая вертикаль, вертикалька должна быть ровная обязательно, ровная, как с кругом, понимаешь? А ты стоишь вот такая согнутая вертикалька, встаем прям близко-близко и будем смотреть, кто действительно из вас восстанавливается. Различия между соревнованиями и тренировками, их так много. Это другой грим, это другой костюм, купальник, это другая прическа, однозначно без очков выступления, если это произвольная программа. Ну и плюс, естественно, психологический фактор, когда это судьи, зрители, и ты один в бассейне, все смотрят на тебя, и ты должен показать лучший результат. Вот плюс еще, что это происходит в другом бассейне, как правило, не в том, в котором ты тренируешься, следовательно, другая вода и другое ощущение воды, естественно. На самом деле, да, вода одинаковой не бывает. Если говорить про ванну, это одно, дома, в ванне, это отдельное ощущение. Если говорить про бассейн, про какие-то открытые, может быть, водоемы, то это абсолютно разное восприятие этой стихии. В бассейне, даже если говорить про бассейн, про тренировки, ну, помимо того, что, может быть, абсолютно разная температура воды, от холодной до теплой, до горячей, может быть, даже, да, и ты по-разному себя ощущаешь, и не только от того, что ты где-то замерзаешь, а где-то тебе жарко, а ты просто физически, даже, может быть, психологически по-другому относишься и к самому процессу тренировки, да, и к ощущению себя в этой воде, где-то ты можешь расслабиться и получить удовольствие, где-то ты абсолютно собранный, зажатый и не можешь, наоборот, ни одну мышцу расслабить, хотя там когда-то это нужно сделать. То есть абсолютно могут быть разные ощущения. Но я помню просто несколько моментов, когда вдруг ты между какими-то тяжелыми заданиями, между какими-то тяжелыми проплывами, у тебя есть какая-то там минута, в которой ты можешь отдохнуть, и вот прям просто вот физически помню это ощущение, когда ты плывешь на спине, погружаешься под воду, на какой-то момент просто в невесомости пребываешь, и над тобой такой слой воды, и ты просто понимаешь, что это кайф. Вот ты просто растворяешься в этом во всем, и просуществовать в этом можно очень долго. Причина многих болезней в мире – это то, что мы мало контактируемся с водой. Мы родились, каждый ребенок, выживатель матери, были плавцами. А сейчас многие боятся плавать. Это просто смешно. Поэтому, когда вы видите озеро, бассейн, ходите и плаваете, вы умеете плавать, все мы умеем плавать. Самое умное животное на Земле, кроме человека, это дельфин. И есть одна способность у этих животных, у которых никого в мире нет – это настоящие целители. Это животные, которые действительно помогают. Поэтому часто, когда раньше я принимал, приходили ко мне болезнь в дисциплине, дети болели, я им дал один совет – ходите, пусть ваши дети плавают с дельфинами. Что для вас такое вода? Для меня – это две трети я. Для меня – это две трети нашего мира. Для них – это их дом. Для нас – это не только попить или поесть. Это еще осознание того, что вода – это сила. Вода – она содержит смысл, энергию. Наша планета состоит на две трети из воды. И важно понимать, что это жизнь. Какая же девушка? Тебе очень нравится. Покоряй наши сердца своим искусствам. И все внимание на красный шаг. Я вам скажу, что если бы не было воды, вообще, наоборот, жизни не было бы на земле, Скажем так, обнаружатся планеты, и что мы ищем в первую очередь на других планетах? Воду! Если есть вода, значит, предположительно, есть жизнь. Так что вода — это жизнь. А что для дельфинов вода? Это звери, которые максимально хорошо устроен их организм для обитания в своей среде, в частности, в воде. Они обладают эхолокацией, они неплохо видят, они очень хорошо плавают. У них уникальная кожа, которая помогает им развивать скорость, которую другие обитатели моря, например, не могут развить. Только за счет кожи. И ученые очень долгое время не могли понять, имея такую мышечную массу, такую скорость развить нельзя. То есть двигателя не хватит. И вот потом уже выяснилось, что за счет своей уникальной кожи они достигают такой скорости плавания. Ну и масса других различных, в кавычках, приспособлений у них есть для того, чтобы себя комфортно чувствовать в своей среде обитания. Воспитание дельфина — это сродни воспитанию ребенка. То есть практически мы занимаемся как бы зоопсихологией. И воспитание зверя — это формирование его поведения на всю его оставшуюся жизнь. То есть так же, как мы воспитываем детей, в детстве закладывается все. Точно так же, только в более короткие сроки происходят и у нас, с животными. Дело в том, что вообще все китообразные — это так называемые вторично водные животные. Как нам всем известно, вся жизнь вышла из океана. Но некоторые виды млекопитающих, в частности китообразные, дельфины, киты — это все отряд китообразных, они под воздействием внешней среды, которая существовала в то время, миллионы лет назад, на Земле, ушли обратно в море. Вот. Поэтому нам, ученым, известно, что предки дельфинов и китов — это какие-то копытные, которые раньше жили, какой-то вид копытных, которые раньше жили на Земле. А потом вернулись в море, поэтому мы их называем вторично водные животные. Потому что были какие-то, видимо, катаклизмы очень серьезные на Земле, которые заставили их вернуться обратно в воду. Им там было, видимо, комфортнее. Дорогие зрители, сегодня мы говорили о воде и ее свойствах. И хотел бы вам сказать, действительно, это самое святое, самое нужное, то, что у нас вообще есть. Это наше богатство. Желаю всем вам всего-всего наилучшего. И пусть избудутся все ваши мечты. До следующей программы. Всего доброго. Ваш друг Мехты. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...